Здравствуйте! В эфире программа «Политическая линия фронта». Сегодня с нами в эфире политолог-международник Антон Кучухидзе. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте, Денис! Антон, профессор университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотил в статье для американского журнала Foreign Policy заявил о дальнейшем ходе российско-украинского конфликта. По его мнению, я зачитаю, человек, владеющий перспективным анклавом, уже является проигравшим. Логичным для России в такой ситуации был бы вывод войск и сброс анклава в Украине. Как вы думаете, по-вашему это возможно? На данный момент у нас происходит переговорный процесс в рамках нормандского формата и прописаны четкие меры, которые должны приниматься. Поэтому, во-первых, я не могу согласиться с мнением, что это анклав. Это, скорее всего, профессор теоретизирует. На практике в данной ситуации Донбасс – это часть Украины. И точно так же, если мы говорим про Крым, Крым признается всеми международными институциями как часть Украины. И вообще территориальная целостность Украины является неделимой. И это признано на международном уровне. Поэтому даже с практической точки зрения это не совсем соответствует действительности. Я бы не мог бы согласиться с тем, что для России Крым – это уже анклав. Он заявляет, что Донбасс – это будет такой экономической ямой, в которую нужно будет вкинуть очень много финансового ресурса, чтобы возобновить. И потому он в своей статье говорит о том, что кому попадет Донбасс, тот и потерпит крушение в экономической сфере. На самом деле это двузначное мнение, потому что мы можем рассматривать данный вопрос в двух направлениях. Если рассматривать Донбасс для Украины, то мы знаем позицию международных институций, прежде всего Европейского Союза, также Соединенных Штатов Америки, других международных доноров о том, что они готовы содействовать восстановлению инфраструктуры Донбасса, той части территории, которая уже сегодня освобождена, и в перспективе, дай бог, после разрешения кризиса, и в целом инфраструктуры уже во всем Донбассе. Что касается Российской Федерации, то для них это уже сегодня проигрыш, несмотря на то, что территория не принадлежит России, и, скажем, международно она не признана как независимой, потому что из-за событий, которые происходили на Донбассе, были введены жесткие санкции по отношению к Российской Федерации, результат которых мы начали видеть, к сожалению, только к концу 2014 года, потому что они были введены в июле 2014 года, но по прогнозам Мирового банка эти санкции будут иметь больше эффекта именно уже в 2015 году и в 2016 году, и эти санкции могут привести к тому, что падение ВВП Российской Федерации по прогнозам Мирового банка составит около 5% ВВП. Недавно представитель Европейского Союза в Магерине по внешним делам заявила, что Украина и Донбасс, она их назвала как бы горячей точкой. Вы разделяете ее точку зрения? Однозначно, к сожалению, мы имеем полноценный вооруженный конфликт на востоке Украины, и, скажем, она имеет, скажем, аргументацию и определенное право говорить о данной территории как о горячей точке, потому что, к сожалению, несмотря на достигнутые договоренности, режим прекращения огня не выполняется сторонами конфликта. Во второй половине апреля заговорили об увеличении вероятности контратаки с Россией. Россия продолжает накапливать свои войска в Приднестровье, в Крыму, на границе с Украиной. Как вы расцениваете такой ход? Ну, прежде всего, тут нужно рассматривать не только вторую половину апреля, а в целом логику событий, начиная с аннексии Крыма. Для Российской Федерации Крым – это прежде всего вопрос безопасности. И фильм, который снимал российский телеканал про президента Российской Федерации, и он об этом четко заявил, что мы это сделали, во-первых, для того, чтобы защитить людей, которые там находились, хотя большой вопрос, в какой защите они нуждались. И второе, что, по моему мнению, является главным, это то, что он сказал, чтобы там не было натовской военной техники, мы заняли эту территорию российской военной техникой. Прежде всего, Крым – это вопрос безопасности и, скажем, стратегии для Российской Федерации навязать Соединенным Штатам именно концепцию многополярного мира, о которой Путин заявлял еще с 2007 года. Военные специалисты заявляют о том, что если наступление и будет, то оно возможно по трем направлениям – с Крыма, с Приднестровья и с Донбасса. Как вы расцениваете, возможно ли нападение из данных локаций? Если смотреть в целом на тот конфликт, который развивается уже с 2014 года, то я могу сказать, что полноценного военного вторжения и увеличения, скажем, атак со стороны России этого не будет. Потому что, если вы обратите внимание, Российская Федерация и дипломатия очень грамотно работали, и они прикрыли даже аннексию Крыма тем, что был международный договор, так называемый большой договор между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года, который разрешал нахождение Черноморского флота и вооруженных сил Российской Федерации на территории Крыма и в городе Севастополь в том числе. Поэтому они дипломатически очень красиво обыграли, не показали, что это было прямое вторжение. И как аргументацию даже МИД и президент Российской Федерации говорил о том, что мы во время ситуации, когда защищали референдум в Крыму, мы даже не превысили крайний порог количества российских солдат на территории Крыма. Поэтому любое другое прямое вторжение слишком дорого будет стоить Российской Федерации. Даже сегодня уже те санкции, которые введены по отношению к такой их гибридной войне, уже дорого обходятся для России. Я думаю, что больший конфликт Россия просто не потянет. То есть она не готова дальше его усугублять? Нет, абсолютно. То есть тут мы можем ваш вопрос прокомментировать словами бывшего посла Америки в России, который сказал, что уже вот на Донбассе у нас будет не состояние войны и не состояние мира. Вот это, я думаю, максимально четко. То есть такая будет замороженная точка. Да, да. То есть замороженная точка для того, чтобы постоянно создавались какие-то проблемы для строительства украинского государства. Все-таки помимо Российской Федерации, там появляется фактор того, что появляются неподконтрольные военизированные вооруженные группировки на Донбассе, которые заявляют, что они самостоятельны. Открывается коридор для транснациональной преступности. Могут появиться и трафик, и оружие в две стороны через эту территорию. Также наркотрафик и другие проблемы безопасности могут возникнуть. Поэтому в какой-то степени это даже будет возможность влиять на Украину постоянно, чтобы мешать ей полноценно развиваться и постоянно вкладывать в деньги вот в этот сложный конфликт. Шведский дипломат Карл Бильд считает, что Запад сможет подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к политическому компромиссу только в том случае, если Европа и США выступят совместным фронтом. В каком случае и при каких условиях это единство возможно? На самом деле это достаточно сложный вопрос, потому что даже сегодня у нас есть это единство. Даже единство санкций. Если мы вспомним историю введения санкций, то первые жесткие санкции ввели Соединенные Штаты и затем Европейский Союз. Если мы посмотрим на логику ужесточения санкций, то первыми ужесточали Соединенные Штаты, потом Европейский Союз. Поэтому единство в плане санкций уже есть. Другое дело, что формат, который выбран, нормандский, он без Соединенных Штатов. И я думаю, что на сегодняшний день даже Соединенные Штаты не особо заинтересованы, чтобы быть полноценным игроком именно нормандского формата, потому что у них приоритетный регион это Ближний Восток, а они сейчас выходят на финишную прямую по Ирану. Поэтому если сегодня Штаты сядут именно в таком расширенном формате с Россией говорить об Украине, возможно у Российской Федерации поменяется позиция относительно Ирана и других вопросов на Ближнем Востоке. Поэтому на данный момент в среднесрочной перспективе я не думаю, что Штаты вот именно в плане дипломатического формата займут свою нишу. Они будут продолжать помогать нам гуманитарно, предоставлять нелетальное вооружение для армии, будут помогать нам стабилизировать финансовую систему. В очень большой степени мы имеем влияние Штатов и в Международном валютном фонде, и закон в конце декабря, который был принят Штатами касательно поддержки суверенитета Украины, он включает и поддержку переселенцев. То есть они нас будут широко поддерживать, это без всяких сомнений. Но именно в дипломатический формат они пока не будут ввязываться. Если говорить о единстве, в середине самого Евросоюза пошла трещина. Например, такие страны, как Кипр и Греция, уже не готовы выступать единым фронтом по отношению к санкциям. Ну это очень легко можно объяснить. Это экономический интерес этих двух стран. Для Кипра это более, скажем, ярко выраженный действительно по делу, скажем, экономический интерес, все-таки российский капитал в кипрских банках присутствует достаточно сильно. Что касается Греции, то это больше популяризм нового их правительства, который на фоне этой риторики пытается получить больше кредитов именно у западных партнеров, да, и, скажем, вести более гибкую политику относительно реструктуризации долга от своих кредиторов, да. Но к этим двум странам, о которых вы говорите, мы можем добавить и Италию, у которой, в отличие от греков, реальные проблемы, то есть реальные убытки экономические, да. Вот если возьмем, например, рынок сыра, да, то у них большие потери, они теряют российский рынок. Другие производства точно так же. И Италия вообще считает себя официально страной, которая больше всех пострадала из-за введения санкций против Российской Федерации. Но, тем не менее, вот мой прогноз в том, что, несмотря на эти сложности, я думаю, что Еврокомиссия в очередной раз создаст механизм компенсации, как это было, если вы помните, когда в июле Российская Федерация ответные санкции ввела, да, то они компенсировали польским сельским хозяйством ихние потери по фруктам, по растеньеводству, то, что они рынок российский теряли. Я думаю, что подобного рода механизм будет придуман и для итальянской стороны. Но готовы ли страны Европейского Союза и дальше сдавать свои экономические интересы, чтобы защитить политические? Я думаю, что в вопросе, когда безопасность превыше всего, тут экономика должна уходить все-таки на второй план. Потому что одно дело, если бы, скажем, военные методы относились бы только к Украине, да, на самом деле мы же видим несанкционированные полеты и нарушение воздушного пространства стран Прибалтики, да, и недавнее заявление представителей МИДа Российской Федерации об суверенитете Норвегии над Шпицбергеном, да, то есть, в принципе, мы видим симптомы того, что Российская Федерация пытается навязать свой мировой порядок Европейскому Союзу, как раз-таки разделив Европейский Союз изнутри. Мы уйдем на маленькую паузу и продолжим во второй части нашей программы. Напоминаю, с нами в эфире политолог-международник Антон Кучукидзе. Антон, вы упомянули о политике США по поводу Ирана, по поводу Украины. Такое воображение складывается, что Украина выступила как разменной картой, то есть США не хочет вставать частью нормандской группы, потому что есть Иран. Не совсем это я подразумевал, и говорить о том, что Украина уже разменная карта, об этом еще рано говорить, да, потому что мы как раз находимся в самом процессе, то есть процесс двигается. Вопрос в том, что есть вероятность того, что тематика Украины может в нее превратиться, да, и тут Украину не надо рассматривать больше как разменную карту, да, а просто нужно понимать, что у Штатов есть более жизненно важные интересы, и для них Ближний Восток на протяжении 30 лет является более важным регионом, чем регион Восточной Европы, куда входит Украина. Но как закончится, будет видно, я думаю, через год-два. Но с другой стороны, есть, скажем, почему я с вами не могу согласиться по поводу разменной карты, ведь был же уже женевский формат, и в какой-то степени он показал свою неэффективность. Когда было принято женевское коммунике, да, а по сути ничего не удалось добиться. Поэтому, как бы мы ни критиковали Минские соглашения, да, но тем не менее, это возможность конфликтующих сторон говорить между собой, это возможность держать Российскую Федерацию полноценно вовлеченную в разрешение данного кризиса, да, и постоянный обмен мнениями, и международное присутствие. Поэтому Штаты выжидают. Имя Надежды Савченко, безусловно, стало символом для Украины и не только. Например, адвокат Надежды Савченко, Марк Фейгин, выразил мнение, что Надежда будет освобождена только тогда, когда президент России достигнет своих целей в Украине, на востоке Украины. Несмотря на доводы адвоката Надежды, все еще Надежда остается за решеткой. Как вы думаете, есть ли в этом какая-то доля правды? Вот в части, конечно же, да, но очень тяжело говорить. Тут надо понимать, с какой позиции и что считать успехом для России. Потому что, если мы вспомним, да, вокруг чего, скажем, их пропаганда сработала, это то, что они официально не хотели, чтобы Украина развивала соглашение об ассоциации полноценно с Европейским Союзом. Но если посчитать деньги, которые Российская Федерация считала потерей из-за данного соглашения и то, под какие санкции она попала сейчас, то, наверное, они уже теряют больше, чем бы Украина полноценно интегрировалась бы в экономическом плане с Европейским Союзом. Тут проблема Савченко в другом, вокруг нее создан целый образ, как мне кажется, это мое субъективное мнение, как образ националиста, и не зря выбрали женщину, чтобы внутренней публике в России показать, насколько в Украине силен дух именно национализма, что женщины тоже воюют. И вокруг этого мифа еще... Это хорошо или это плохо, когда они такое показывают? Для, скажем, князя, для царя, да, для него, конечно, хорошо, но для отношений между Украиной и Россией такой пропаганды быть не должно, потому что все-таки народы, они очень близкие культурно, исторически, и если мы посмотрим количество этнических русских в Украине, да, и количество этнических украинцев в России, то нельзя говорить, что эти народы чужие друг для друга, да, и их искусственно ссорят вот такими образами. И, как я считаю, это очень плохо. Министр иностранных дел Италии, Паоло Джентулини, выразил свою поддержку Украине, ее суверенитету, но выразил мнение, что, может быть, Донбассу все-таки стоит дать автономию. Как вы думаете, возможен ли такой вариант? Ну, у нас есть действующий закон об особом самоуправлении на отдельных частях Донецкой и Луганской области, но, скажем, он полноценно не функционирует в силу того, что минские договоренности выполнены не в полной мере. И это позиция и видение, скажем, итальянской стороны, за что мы должны быть им благодарны и уважать их позицию. Но если рассматривать децентрализацию более шире, то тут нужно понимать, что этот процесс нужно начинать по всей Украине. Потому что, да, сейчас на Донбассе конфликт, да, часть территории мы не контролируем, но должен быть четкий политический месседж, что это даже при нынешних обстоятельствах, это территория Украины, это часть нашего суверенитета, и политический процесс децентрализации должен быть по всей стране, в том числе и на Донбассе. Как вы расцениваете, если бы президент Украины сейчас начал процесс децентрализации в период войны, не было бы ли это ударом, кулаком прямо в сердце? В зависимости от того, насколько транспарентной и справедливой будет проходить именно этот процесс децентрализации. Если это будет максимально открыто и максимально справедливо по отношению ко всем регионам Украины, то от этого Украина только выиграет. Донбасс находится на грани экономического и социального коллапса и становится головной болью для России, как пишет журнал Foreign Policy. Вы согласны с этим заявлением? Конечно, потому что какой бы сильной Российской Федерации ни была, какие бы у них умные и такие очень сложные многоходовые дипломатические игры не выстраивало, Донбасс это приграничная зона Российской Федерации. Поэтому, если мы рассматриваем, например, угрозу контрабанды оружия, наркотрафика и других транснациональных угроз, то приграничные зоны Российской Федерации тоже получат негативный фидбэк от той ситуации, которая сегодня есть там. И если вы вспомните, в прошлом году такая очень ситуация, которая до сих пор под вопросом остается, когда все говорили о том, что Россия поддерживает военные, военизированные группировки на Донбассе, и когда определенная часть, якобы тех, кого они поддерживают, возвращалась в Россию, просто на границе были ликвидированы эти группы. То есть это тоже говорит о том, что те люди были в какой-то степени нежелательны для другой стороны границы. 9 мая генеральный секретарь ООН Пан Гимун приедет в Россию на Парад Победы. Но до этого он встретится с президентом Украины Петром Порошенком в Киеве 8 мая и в Гданске с президентом Польши. Что означают эти дипломатические ходы? Я думаю, что позиция политологов такова, что под обменным мнением ничего не нужно, скажем, додумывать. Но тем не менее, когда есть военный конфликт и у сторон неполноценные, скажем, двухсторонние отношения или сложные, то такого рода поездки, они наоборот могут сыграть объединяющую роль. Вот тот же Минский формат, вы же видели интервью президента Белоруссии, когда он сказал, что он контактировал и все участники процесса контактировали через него. Он был своего рода таким медиатором. Поэтому если Пан Гимуну удастся в своем медиаторстве дать что-то полезное для Украины, то пускай ездит в Россию, почему бы и нет. То есть, может быть, стоит ждать каких-то изменений в политике России? Да, обычно на таких встречах обсуждаются такие вещи, которые не попадают в СМИ. Канцлер Германии Ангела Меркель не приедет на парад 9 мая, но ее визит запланирован на 10 мая. Стоит ли ожидать, может быть, от этого визита каких-то изменений? Я думаю, что кардинальных изменений в сфере публичной политики мы не увидим. Потому что все-таки комплекс мер от 12 февраля, он действительно с точки зрения разрешения конфликтов... Вы больше считаете, что политика ведется под коверно? В данной ситуации да. Потому что тут нужно учитывать специфику еще, скажем, амбиций Путина. Мне эта история напоминает чем-то историю с Наполеоном Бонапартом, когда мировые лидеры не могли позволить, чтобы императора оскорбили. И все-таки они лишили его власти, но оставили жить, и они не убили у французов вот этого великого Наполеона. Ну, то есть в плане, скажем, восприятия. То есть я думаю, тут тоже будет разыгрываться. Потому что если, как вот американские психологи говорят, что у Путина много комплексов, и если, может, неправильно поступить с этими комплексами, могут быть и неправильные действия со стороны Российской Федерации в конфликте. Поэтому психологический фактор, он однозначно присутствует. Ваше такое субъективное, объективное мнение стоит ли европейским лидерам ехать на парад в Москву? Я думаю, что именно на парад нет, чтобы показать все-таки знак протеста. Но работать с Российской Федерацией однозначно нужно. И мы имеем резолюцию Совета Европы от января 2015 года, в которой четко написано. Все, скажем, нарушения Российской Федерации, норм международного права и территориальной целостности, они там написали и про Азербайджан, Нагорный Карабах, и про Грузию, Осетию, Абхазию, про Приднестровье вспомнили. То есть они понимают, что Россия очень большую роль сыграла во всех этих конфликтах. Но, тем не менее, там есть позиция о том, что без России не будет урегулирования кризиса на Донбассе и в Украине в целом в том числе. Антон, и, наверное, последний вопрос. Каким будет наиболее выгодный для Украины сценарий решения этого конфликта? Полноценное выполнение сторонами минских соглашений, абсолютно сохранит и суверенитет Украины над Донбассом. В каком формате это уже предмет переговоров, да. Но я думаю, что минские соглашения по своей сути, их реализация может быть полезной для Украины. И на этой позитивной ноте, Антон, спасибо, что были с нами. К сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, сегодня с нами в студии был политолог-международник Антон Кучухидзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова